Красный самый высокий уровень опасности объявлен в Великобритании. Страну засыпает снегом, ветры становятся все сильнее, погибли уже как минимум 4 человека. Все подробности расскажет Светлана Чернецкая. Пробки на трассах растянулись на километры. Сильнейшие снегопады и обледенения стали причиной аварии по всей стране. Автомобили здесь ездят на летней резине и к таким погодным условиям совершенно не приспособлены. При минусовой температуре сотням людей пришлось ночевать в машинах прямо посреди магистралей. Службы спасения попросту не могли добраться до мест ДТП. 5 часов утра мы провели в машине всю ночь и мы здесь такие не одни. К утру ситуацию взяли под контроль. Большинство водителей смогли вернуться домой после 16-18 часов в дороге. Впрочем, движение на магистралях полностью так и не восстановилось. На трассы выехали новые машины. Люди пытались добраться до работы. Я думаю, что когда наконец приеду на работу, уже пора будет возвращаться домой. Надеюсь, мне не придется оставлять здесь машину и все-таки удастся выбраться. Я звоню куда только можно, чтобы переслали буксир, но пока безрезультатно. Подобная ситуация на юге Франции. Там из-за сильного снегопада в пробках застряли около 2000 автомобилей. В Италии с перебоями работает железная дорога. В Швейцарии приостановил работу аэропорт Женевы. Отменены сотни авиарейсов в Ирландии и Британии. Здесь объявили самый высокий уровень опасности. Уровень опасности погодных условий в Великобритании подняли из оранжевого до красного. Это значит, что теперь существует реальная угроза для жизни людей. В стране свирепствует сибирский антициклон под названием «Зверь с Востока». И уже слышно приближение шторма Эмма. Он идет из Португалии. То есть первые дни весны здесь будут совершенно нетипичными. Снежными и морозными. Впрочем, это чрезвычайная редкость, когда Лондон полностью накрывает снегом. Обычно он тает за считанные минуты. А здесь даже пруды и фонтаны замерзли. Местной детворе очень редко предоставляется возможность порезвиться в снегу. Поэтому, несмотря на совершенно непривычную для них минусовую температуру, ребята не упускают случая вдоволь наиграться. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.